20-е годы 20-го столетия интереснейшее время в истории русской культуры когда с одной стороны еще чувствуется инерция дореволюционной культуры символизм авангард во всех его проявлениях от футуристов до абериутов а с другой дыхание нового времени в театре в частности театры студии и театр кабаре россыпь новых имен михаил чехов всеволт мир хольт николай форегер второй мхат студия вахтангова движение синеблузников и многие другие о людях театра этого времени об их судьбах трагических порой мы будем говорить сегодня это фигура речи программа рассказывающая о книгах и авторах книг михаил левитин театральный режиссер педагог писатель художественный руководитель московского театра эрмитаж автор художественной и документально-биографической прозы а также ведущий программ на радио и телевидении невероятная легкость и ужасное любопытство книга михаила левитину высшая в издательстве текст собственно вокруг этой книги будет строиться наша беседа с михаилом захарычем левитиным во первых михаил захарыч мне конечно хочется поздравить вас с этой совершенно чудесной книгой я ее читал не не отрываясь портреты самых разных людей два слова я скажу что в основе все таки как мне кажется главный корпус это люди театра 20-30-х годов и вы в этой книге неоднократно признаетесь в любви к двадцатым годам двадцатого столетия откуда собственно такая любовь почему это самый каверзный вопрос который вы могли мне задать потому что вы мне задают иногда и когда я отвечаю мне не перестают верить и уже дальше навсегда перестают это непонятно откуда понятно только одно что в 13 лет я об этом писал я пришел букинистический наш одесский магазин в поисках какой нибудь уже тогда мне привидевшийся литература о каком-то невиданном театре и нашел книгу о камерном театре державина книга наукообразная мучительная но в нее во первых были вложены рецензии которые вероятно какой-то любитель коллекционер сдавал ее лиц рецензии на гастроли камерного театра даже в париже был пикуль которого по-моему расстреляли он троцкис был неизвестный и этот этот это все рецензии на конан всякие хорошие разные и вдруг некролог таирова я получил сразу все я получил какой-то театр с удивительными фотографиями алиса георгиевна я они представления не имел никогда мне почему-то как что это первый толчок что это первый толчок после цирк который предшествовал всему что я вам говорю цирк 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 и клоуны 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 он ничего не обещал мне алису коуна не обещал кстати напрасно напрасно не обещал и когда я все это прочитал я нашел и все это мое везение везение на двадцатые годы и не только я написал письмо алиса георгиевна выяснилось что таиров ну не так давно чтоб умер не так давно выяснилось что одна выяснилось она живет над театром над сценой театра пушкина бывшего камерного театра и она мне стала отвечать вот чем все дело то она стала мне отвечать я по впечатлениям такой таировец я совершенно не таировец абсолютно не таировец но тем не менее что-то там произошло что-то щелкнуло потом возник каким-то образом игорь терентьев это в 13 14 лет я не шучу каким образом возник что в этом предшествовало я понять не могу одним словом двадцатые годы сами захотели меня в качестве читателя любителя не знаю в качестве ученика я так считаю захотели меня получить миха захар но действительно на в этой книге с одной стороны есть имена классические хрестоматийные всем хорошо известные а это и все вот мир мир хольт алис ковны на которые вы говорите даже там николай еврейнов или например таиров о котором у вас целая книга есть в серии же жизнь замечательных людей из энштейна наверное тоже знают но но целый ряд людей такое впечатление что как будто находится до сих пор еще в тени да если абериутов знает целая глава посвящена здесь абериутом понятно что знают и гордона крэга и отчасти те люди которые занимаются историей театра конечно не могут пройти мимо этого имени да но мне кажется что начиная с игоря терентьева которые собственно открывает вашу книгу многие портреты здесь будут открытием для читателей тем более все это живые живые портреты арнольд григорьевич арнольд например да или давид гудма так мне кажется что многие из этих рассказов вырастают из устного общения это так или нет вы пишете о них так как будто вы с ними знакомы бы если опять же поверьте мне я здесь на корусь только потому что вы умеете верить и умеете не верить поверьте мне это импровизации это мое желание вернуть воскресить этих людей в эту секунду для себя это мои люди они должны возникнуть если они возникнут для меня то они возникнут и для телевидения так как в основном эта книга построена на моих передачах телевизионных они приходили ко мне медленно постепенно странно из каких-то моих воспоминаний иногда литературоведческих иногда человеческих иногда догадок я вам передать не могу счастье этого процесса это счастье этого процесса и когда возник Игорь Герасимович Черентьев о котором вы говорите человек определивший очень много и в моей литературе и билетристической тоже и возникло после этого мгновенно что-то я написал была названа глава лицо эпизодическое в книге чужой спектакль лицо эпизодическое и семьям потянулась ко мне вообще я обсемеялся невероятно потому что меня любят семьи всех утверждаю кто остался еще жив или был жив моих героев вот этих героев не знаю откуда я там говорю нет так обидно понятия и другие я вижу каким образом помимо мэрхольда станиславского вахтангова и наверное таирова которого я помог тоже чуть-чуть вспомнить чуть-чуть помог все остальные искусственно заторможены задержаны не пущены в люди они великие великие без претензий это паразитная вещь без претензий но они имели школы они понимали что такое актер они продолжали какую-то традицию и мне было важно понять что за традиция такая я люблю театр но почему я не все люблю в театре а люблю какую-то традицию и я стал для себя с детства даем слово просто с детства извлекать там даже есть кусок такой извлекать осколки этой традиции я извлекаю я страшно свирепею когда вижу претензии на новизну людей неграмотных просто все сделано абсолютно и больше чем сделано ну ради бога пусть будет новизна и заводскими я тогда на курсе попросил я ученик камерном театре он морочишь голую морочишь у него был грех один маленький санча перед камерным театром был грех я не буду говорить не хочу назвать расскажи каким ты его видишь я 45 минут говорил об этом пишу 45 минут говорил все слушали предельно внимательно они меня любили на курсе если он сказал камерный театр не был таким и я понял что я говорю о каком-то своем театре но уже пропитанным и камерным театром и фареггером и и грановским и всеми кто здесь есть они посадили меня на какую-то основу и я поэтому стал говорить плохой театр театр не имеющий традиции хороший театр это театр имеющий традицию стал так говорить поэтому если я ком-то не написал здесь очень мало написано о мхатовцах очень мало о станиславском достаточно другие писали и все написано может быть не все но у меня меня не тянет на раздумья а вообще а театре государственного такого масштаба меня всегда тянуло к изгоем всегда тянуло к непризнанным людям клоуном об этом хочется поговорить отдельно о клоунах но и мне все-таки хотя бы фрагментарно хочется вот назвать некоторых героев да но вот игорь терентьев по сути дела дважды расстрелянный человек совершенно фантастической судьбой да или леонид варпаховский о котором тоже мало кто знает ученик мир хольда на которого донес собственный учитель по существу так получается в частности или давид гунтман такой король эксцентрики и очень живой портрет у вас или арнольд григорьевич арнольд который действительно создает целый цирк расскажите вот может быть об этом как и откуда во первых откуда узнавались эти судьбы ведь об игоре терентьеве нужно было специально что-то выискивать для того чтобы раскопать его судьбу так же как а варпаховск да 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 вот благодаря вам вспоминаю потому что такая особенность вашего собеседника есть без интересничая одна я все забываю и с наслаждением начинаю вспоминать но я все забываю я действительно прочитал в книге петрова 50 и 500 список режиссеров которые ставили в академическом театре в александринке и там было написано и левейший из левых и терентьев написано степень злобы моей на автора этой книги посмевший назвать кого-то кого-то левейшим из левых презрительно в кавычках был довело меня до того что стал заниматься этим я стал выискивать крохи о терентьеве там ничего не было как его из плоти крохи трудно передать да и писем то два или полтора но как-то нашел догадался и его восстановил он у меня он возник он он появился он появился живой такой невозможный может быть я возьму сейчас такую смелость они я похож на на тех как он пишу я немножечко похож на них на теренть его очень это утверждала его дочь татьяна игорь которая 18 лет потеряла и все что там есть у меня дальше это ее рассказ об отце она у тебя спектакль на него похож у тебя голос на него по у тебя все на него похоже на папу какой папа красавец русский человек сын жандарского полковника и вдруг похоже на папу с сумасшедшей судьбой ну я проникся проникся из-за сходства и проникся из-за легкомыслия из-за того что я всю жизнь любил из-за того что люди не придавали такого значения своим особам своему своей роли в искусстве знали на чем построена их искусство знали терентьев знал что есть маяковский и мэрхольд терентьев знал что он оттуда в театре так он был и поэт и живописец и вообще прелестный тип но слышу он оттуда и это была его традиция традиция после революционного периода там же если люди которые до революционного периода разные люди у них как будто бы разные традиции если бы не было такого человека как мэрхольд в нашей жизни нашем театре мы бы ничто не объединили и это не случайно когда станиславский говорит тридцать восьмом году последним интервью он говорит у вас просто лучший режиссер он кто основе только одного за свою жизнь это мэрхольд он мне очень помог потому что они вражду я с ним дружа с ним учать у него разучиваясь ему не любя они все мэрхольдовцы это меня просто ну кроме может быть зарубежных людей там за граница это я не уверен что стрейлер не знал о чем я говорю но это другой разговор и постепенно постепенно вот эта компания возникла в моем сознании компания я стал искать тех кто левейший из левых я стал искать тех кто не пригодился для академического театра и на кого не ссылаются я хотел понять трагедия это или достоинства их такая отдельность от от всех остальных создали они что-то или я это выдумал ничего не создали а какие-то клоу не клоуны а что-то шутят дурят с театром нет это все оказались очень глубокие люди там есть глава фарегеря которым вообще никто не знает а у нас был мостфор на арбате его спалили к дьяволу просто нету фарегера никакого это вообще существо невероятное он косолапый близорукие громадные это польская какой-то речью свою алкоголик я это говорю сейчас вы крайне откровенно пьющий человек и этот человек показывал балеринам сложнейшие хореографические движения и владел техникой театра шарлатанов дом альеровского театра владел безукоризненно вы его тоже бы спросили откуда это у вас николай михайлович владения я бы сказал так что у меня владение фарегером как его владение вот этим вот театром шарлатан вы понимаете а михаил захарович еще одна тема которая здесь присутствует в этой книге чувствуется по крайней мере и она тоже видимо личная но во первых это одесса и атмосфера да одессы и театральные не только да потому что юрия олеша на ильфа петров все эти имена в этой книге присутствует а это первое второе то о чем вы уже даже обмолвились это клоуны и и известные вроде юрия никульна который появляется здесь да и отчасти забыты вроде того же самого арнольда арнольда а или давида гутман расскажите немножко об этом что это за мир одесский как вы с ним соприкасались и почему вдруг цирк клоуны ну вы знаете рассказывать о себе это одно удовольствие рассказывать о детстве своем и об одесском детстве счастливейшим это двойное удовольствие потому что я сходу там ковырялся в этом очень рано может быть пяти лет с каких-то я всем что показывал в пиджаках деда отца я падал показывал это меня занимало страшно и пел я все время пел и пел бернеса вы понимаете в чем дело и вот сейчас у меня есть в театре была передача бернеси пришли вип-люди не понимая что я еще им расскажу о бернесе я расскажу свое о бернесе у меня была передача она записана кстати а свое о бернесе дело было даже не в этом а в том что маме поручили вот это называется как называется моя книга невероятные легкости ужасное любопытство маме поручили читать исторический научный коммунизм артистам цирка вы представите как им было надо это отсюда в те годы тогда когда за трешку они убивались там в те годы убивались и они приходили в определенное время это за это она могла приводить семью естественно меня в цирк я все время был цирке всегда всегда мало того она говорит что когда в полтора года она мне принесла я рано говорил полтора но в два это максимум она спросила что то что ты говоришь я хочу быть коуном у меня даже эпиграф есть к одной книге хочу быть коуном вы знаете мне интересно это говорить и произвести впечатление чуть-чуть нездорового человека но все что я хотел все вот к этим к этому году к этим к этому времени к этому моменту все сцеплялось но все сцеплялось и ранее поступление в театральный и цирк мой или не гибаров который без которого жить нельзя и даже спектакль по гибарову который поставили в моем театре мои ученики сначала я поставил не очень удачно а потом поставили мои ученики очень удачно и это все вместе соединилось с драматическим театром я вдруг понял что я начинаю искать в драматических артистах вот этих клоунов я вдруг понял что клоун это сверх актер сверх актер во первых он одинок даже все работают в паре это него роль не играет клоун одинок он обходится с узелком он один как говорил там любимая моя цитата и любимый один из любимейших клоун в лео баси испанский клоун которую полунин привозил к нам на фестиваль восторженный я принял этого клоуна когда он обливался пожилой человек похож на моего папу он обливался в плавках стоя медом заходил в камеру где вертелся пух и перья облипал пух и перья выходил и говорил зрителю моих предшественников веками гнали из деревень из городов за то что они позволяли себе вот такие шутки и они уходили с гордо поднятой головой и он уходил и шла романтическая музыка романтическая музыка я просто рыдал я просто рыдал так и воспринимаю драматических актеров и когда вы там назвали мне варпаховского это тоже странно где-то лет тоже в 13 все в 13 в 13 14 максимум в русский театр в одесский привезли из киева спектакль мораль пани дульской постановка варпаховского я не знал что он был тогда в лагерях 17 лет ничего не знала мэрхольди тогда вышла потом потом вышла первая книжечка о мэрхольди плохая и я посмотрел этот спектакль и понял я у себя а я в этом русский театр все время ходил все не ходил по перетту особенно но в русский театр в украинский театр очень хороший всеми ходил я вижу какой-то что-то те же и не те же тоже и другое это все был всеволод именич 20-е годы и я стал понимать как-то понимать через себя на чем это построено чему они верны и как они видят будущее потому что после них нельзя работать так же как до них нельзя а потом в жизни возник через пять лет на таганке давид боровский давид боровский великий художник главный художник моей жизни и главный человек моей жизни в искусстве а он оказался варпаховскую воспитанник воспитанник варпаховскую передач на близко не было еще ничего это близко не было и у меня а леонид викторович что-то говорил говорил я знал что не сидит я был так как-то ну мне было трогательно слушать но не больше я помню спектакль это было достаточно а судьба 17 лет лагерях этого я не осознавал до конца и только потом очутившись в обстоятельствах разных прожив какую-то жизнь я мог рассказывать о том что я видел в одессе о том что видел в цирке о том что я видел слышал с давидом о том что мне говорил о варпаховском любимым о том о плохих спектакль варпаховскую которые сам смотрел позже я понял я борюсь за традицию мы лишены ее не может не может государство лишить себе культурной большой традиции не можно удовлетворить столько тем чем удовлетворялся вождь всех народов но не может она конечно мхат огромна огромна но не может удовлетворить столько потому она именно поэтому удовлетворяется только потому что больше всех народов любил усики турбина я это не могу выдержать не могу выдержать булгаков ни при чем отсекают этого дела а эта традиция не надо я стал узнавать а кто это смотрел смотрели ли это те кто закрывали всех же позакрывали пора стреляли сделали нищими и так далее кого не перечислили там от грановского варпаховского фарегера этого гутмана ну все никто как то их свели 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 никто их не видел их видели мелкие чиновники это искусство мелкие крупные нет а вот у камерного театра поклонником был ворошиловик алинин значит камерный имел шанс уцелеть и он уцелевал до 44 года это огромный срок он существовал столько существует мой театр он существовал 44 45 лет он столько существовал камерный театр и таиров руководил а потом я там дружба скованы на моя уже там москве миха захарыч последний вопрос и может быть даже короткий ответ ваш любимый клоун гиббаров только гиббар то он вообще и вам можно сказать о нем так он претерпевал в силу своего независимого характера и в силу своего неповторимого искусства на которой претендовать трудно он имел же все он же был акробат и гимнаст и все на свете никулин относился к нему в процессе юрий владимирович в процессе жизни внешне не очень хорошо но он написал последнем слове что это лучший единственный клоун который он знает вы понимаете написал лучший единственный а это совершенно это совершенно это же поэзия надо артистом больше заниматься мы все режиссерами занимаемся а надо не гиббарова искать или своих артистов а мы все занимаемся режиссерами а странный такой странный и девочки те дроведки шумят а что же не шумят-то бедняги спасибо вам огромное за беседу михаил захар чё я уверен что многие прочтут я хочу ее прочту я ее так люблю что те кто например кому кто скажет мне она информативно что ли я в сторону это отсылаю сразу информативно какая тут информация не дай бог а если суть схватить полезно спасибо я благодарен вам за разговор об этой книге спасибо